Пандемия коронавируса сделала судебных приставов буквально неуловимыми для многих новосибирцев. Если раньше своего исполнителя можно было застать на рабочем месте, то теперь общение с приставами переместилось в виртуальное пространство и запись на него как на КТ за два месяца. Что делать в том случае, если с вашего счета незаконно списываются деньги или наоборот на него не зачисляются положенные алименты? Инструкция по эксплуатации далее в прецеденте. Целый день я сегодня звоню и в приемную, и на телефон непосредственно приставы где сидят. Ну, начнем, допустим, с приемной. То есть вот так все время, все время занято. История любви со службой судебных приставов у Марины Кузнецовой началась еще 6 лет назад. Женщина рассталась с мужем, выиграла суд и принесла его решение в отделу ФССП России по Новосибирской области. До наступления 2020 года при помощи прокуроров еще удавалось взыскать с бывшего мужа хоть какие-то алименты. Но это весной пандемия коронавируса разлучила Марину с приставами и оставила без денег. 3 сентября вот с горя пополам я попала на прием. Люди, очень много людей было, которые пытались через госуслуги записаться, возмущали, что их нету в списке. И вот на приеме пристав говорит, а вас никто не отправлял, ни на биржу труда, ни на это. То есть полное, безобразное отсутствие работы. Пристав мне говорит, отправлено, она открывает базу, ничего не сделано. Прошло больше двух месяцев, но Марина продолжает ежедневно слушать гудки в телефоне. Хотя бывший муж уверяет, что деньги исправно отправляют на счет бывшей жены. В подобную ситуацию неизвестности. Сейчас попали многие новосибирцы. У меня много знакомых, которые не знали о том, что исполнительное производство, в отношении их возбуждено, что уже там долги взыскиваются. То есть когда уже деньги со счетов списываются, только тогда они узнают, что какой-то долг у них образовался. И также пытаются записаться, приезжают, читают напись, что нужно записаться через электронную кабинет, через личный. Однако записаться конкретному приставу через сайт госуслуг также проблематично. Очередь на два месяца вперед. Екатерина Владимирова поделилась лайфхаком юристов. В таких случаях записываться лучше к начальнику отдела. Все эти нюансы для пожилых людей – темный лес. Поэтому они предпочитают брать управление штурмом. В приемные дни, вторник и четверг, в службе судебных пристав России по Новосибирской области бывает не протолкнуться. Сюда приезжают и новосибирцы, и жители отдаленных деревень. Хотя многие вопросы можно было бы решить онлайн. Попасть на прием теперь больше шансов в виртуальном пространстве, нежели в живую. Ежедневно через серверы проходят до тысячи обращений. Но мало кто из заявителей знает, что с июня запись ведется именно на сайте УФССП России по Новосибирской области. Если заявителю нужно срочно обратиться с каким-то ходатайством, есть сервис интернет-приемная, где может подать любой гражданин абсолютно по любому интересующему его вопросу. И сервис личный кабинет стороны исполнительного производства. Этим сервисом может воспользоваться сторона исполнительного производства. Для этого необходимо пройти идентификацию на сайте государственных услуг. На особом контроле у судебных приставов выплата алиментов и наложения или снятия ареста на имущество и счета. Если последняя процедура выполнена незаконно, то после обращения заявителя вопрос должен решиться в течение суток. Нарушение этого срока влечет уже ответственность для самого исполнителя. Если пристав не принимает во внимание доводы заявителя, и заявитель не согласен с решением судебного пристава, он может обратиться к старшему судебному приставу. Если он не согласен с его решением, следующая ступень – это управление в Новосибирской области, где существует специализированный отдел по работе с обращениями граждан и организаций. Кроме того, на входе в управление выставили реальный ящик для заявления тех, кому сложно освоить виртуальную запись к исполнителям. Его ревизию проводят ежедневно. Также можно позвонить по телефону горячей линии службы судебных приставов Новосибирской области. Он указан на экране. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам, добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.